Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Из беседы святителя Назотовуста о чистоте души Итак, познаем, что оскверняет человека Познаем и будем избегать того Мы видим, что многие в церкви строго соблюдают обыкновение Приходить в чистых одеждах и с обытыми руками А о том, чтобы с чистой душой пристать Богу Немало не заботятся Говоря это, я не запрещаю умывать руки или лицо Но желаю, чтобы мы умывали их так, как должно Не водой только, но вместо воды убеляли добродетелями Нечистоту уст составляют засловия, фула, ругательства Гневливые слова, срамословие, смех, насмешки Поэтому, если ты сознаешь, что ничего подобного не говорил И не осквернил себя такой нечистотой То приходи смело Если же ты тысячекратно допускал себя осквернять этими нечистотами То, что трудишься и напрасно омывать язык водою Осквернив его пагубною и вредоносною нечистотою Скажи мне, осмелился ли бы ты молиться, если бы замарал руки в навозе или в грязи Между тем, это не причинило бы тебе никакого вреда А то осквернение пагубно Итак, для чего ты и в делах без различных опасных, а в том, что запрещено, не родив? Что же скажешь ты? Или не должно молиться? Должно Только надо быть чистым и не оскверненным Но что скажешь, если я прежде осквернил себя? Очистись Каким же образом? Плачь, стяная, раздавай милости им Извинись перед обиженными Через то, примирись с ним Очисти язык, чтобы боли не раздражать Бога Если бы кто измаранными в грязи руками держал тебя за ноги, умоляя о прощении Ты не только не стал бы слушать его, но и оттолкнул бы его ногою Как же ты сам, дерзаясь в такой нечистоте, приступай к Богу? Язык молящихся есть рука, которую мы обнимаем колено Божие Итак, не оскверняй языка Иначе как он будет за тебя молиться, когда не будет иметь дерзновения? Украс его кротостью и смирением Сделай его достойным, призывая его от тобою Бога Наполни благословением и многую милостыню Можно ведь и словами творить милостыню Аминь Хранишневый Господь Кто готовился к Испании, оставайтесь